Один из пунктов отчета администрации касался социально-экономического развития города. Увеличивается объем вводимого жилья, снижается численность нуждающихся в улучшении жилищных условий, вырос на полтора миллиарда рублей оборот розничной торговли. Выросли средняя заработная плата, сейчас она составляет около 50 тысяч рублей, и средний размер пенсии – более 16 тысяч рублей. Общая численность населения – чуть менее 95,5 тысяч человек. При этом по населению у нас наблюдается устойчивый рост, не благодаря естественным причинам, а благодаря биграции. Но из не очень хороших вещей – это то, что снижается численность занятых в экономике, то есть это означает, что доля активного населения экономического немножко снижается. В среднем на полторы тысячи рублей увеличилась зарплата в муниципальном секторе экономики при сокращении численности работающих, выросла прибыль предприятий и объем реализации продукции. По среднедушевым доходам Саров – один из лидеров Нижегородской области. Что касается официально регистрируемой безработицы, ситуация стабильная. Количество вакансий у нас существенное, но оно понятно, что здесь стоит спрос в основном на неквалифицированную рабочую силу, и мы решаем вопрос с нами неквалифицированной рабочей силы из близлежащих районов, Ордатов, Вознесенская, Тельников, Первомайск. Также на заседании комитета речь шла о согласовании размера платы за содержание жилого помещения. Этот пункт повестки уже неоднократно обсуждался, и проект решения был отклонен депутатами. Вопрос о повышении тарифов несколькими годами ранее решался на выездных заседаниях, когда Центр ЖКХ подробно разъяснял, куда пойдут вырученные деньги. Я вспоминаю 15-16 год. Мы ходили в тот же Центр ЖКХ, и Центр ЖКХ убеждал нас, зачем ему это повышение, сколько это будет стоить, сколько дополнительных денег за счет поднятия тарифа они получат, какие дополнительные работы Центр ЖКХ выполнит на эти дополнительные средства. Сейчас одно лишь письмо о том, что Центр ЖКХ недополучит 17 миллионов рублей, ну так вот просто с наших избирателей соберет, и куда, чего, зачем, почему, дальше ответа нет. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа.